Здравствуйте дорогие друзья, с вами я Эван и мы продолжаем играть на сервис Матрам Тонбе именно третий. Сегодня, как вы поняли по названию ролика, мы будем натюнить наш подаренный гелик. Так что присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Вылазим с тачкой, за Грю сразу передаю приветик. Снимаем, короче, 2 миллиона 540 тысяч. Я думаю нам этих денег будет достаточно. А блин, 25 снял, по приколу. Дай денег. Ну, это типичная фраза. Не понимаю, зачем это писать, если те вообще знают, что эти дадут. Короче, а зачем мы садимся в англяшку, если мы сразу можем садиться в гелик? Так, садимся в гелик. Где пацан? Садись. Как вы знаете, у меня гелик в Хамоне. Но он как-то не очень смотрится. Хотя задний бампер прям сочный. Не то, чтобы он на Брабус. Вот. А вот передний прям такое. Так что давайте сейчас заедем в сам тюнинг и посмотрим детальнее. Высадить всех пассажиров, точняк. Чувствую, когда выезжал, уже забыл, что надо высадить пассажиров. Ладно. Крышки капота. Вот это за нолик. Вот это давайте потом поставим. Спойлера. Спойлеры сразу давайте поставим. Не вот этот. Вот этот он выпирает слишком. Вот видите. Второй. Вот этот стоковый прям вообще сочный. За 900 на Пасха. И тут такой и такой спойлер. Ну блин, если был бы за Пасха и спойлер за 850 тысяч, вот этот. Было бы намного круче. Так просто идется ставить за Пасху за 900 косарей. Так, спойлер. Расширение арок. Давайте потом давайте из бамперов. Передний бампер. Вот этот сток. Вот этот. Это 55 гелик. Вот это Брабус. Не Брабус точно смотрится. И четвертый это Хаммон. Давайте по порядку. Он стоковый. Наверное, я поставлю стоковый. Но сейчас расскажу почему. Если Брабус ставить, он намного красивее смотрится. Согласен. Если бы можно было менять решетку на МГш. Ну, вернее, на обычную стоковую МРСМарсевскую, то я бы оставил. А так нет. Хаммон и 55 гелик. Но 55 гелик я не хочу делать. 55 гелик мы потом купим еще один гелик. Сделаем под 55 гелик. Так, а поставим стоковый. И задний бампер. И задний бампер мне вот этот нравится. Но если делать уже и не Хаммон, и не сток, и не 55 гелик, то придется делать сток. Хотя вот так сочно смотрится. Ну, посмотрите, передний бампер, высоту и задний бампер. Это не очень смотрится. В Брабус, кстати, мне не нравится задний бампер. Он какой-то еще не очень. В 55 гелик. Хаммон. Красивая жопа. Вот сток такое. Расширение арок. Вот в чем прикол. Если я поставлю, например, передний бампер, который мне нравится, то здесь будет еще лиг 700. Вот поставлю задний бампер, не буду ставить. У меня останется просто G65, да. Уже не совпадает. И чтобы сбоку не было, типа, спереди 700, сзади G65. И сбоку будет V12. Должно быть вот такой шельник 700 и такие расширения. Но, блин, надо давать лимон за расширение как-то прям такое. Короче, и я решил их не ставить. Вот. Все, что здесь меняет, это шельники убирает. Мы можем поставить битурбо V8. Мы можем поставить V12. У нас установлен V12. А чем он отличается от стокового? Я не вижу чем-то надписью нижней. Короче, ставим вот этот. Короче, ушко, если теперь делай его в сток. Потому что это, короче, будет колхоз слишком. А если делай Brabus, то смысла? Не знаю, он мне не нравится, короче. Заезжаем в диски. И посмотрим сейчас, побырум и диски, какие-то. Так, вот, мне понравилось 2-й диск вот эти за 35-й. И 34-й. Есть там еще один, а те пойдут больше на новый гелик. Вот я думаю, или сток, или 35-й. Вот сток. Но сток они здесь более лучше будут смотреться. Давайте посмотрим 35-й, шо ли. Сейчас подберем по регулировкам и продолжим. Короче, вот так смотрится 55-й диск. Ой, не говорю 55-й, 35-й. Давайте теперь поставим 34-й. И посмотрим, как они будут смотреться 4-й, 4-й дисками. Ну, если честно, я прям хз. Потому что... Как-то он не смотрится ни на тех, ни на тех. Давайте еще поставим. Где-то вот здесь были... Эээ... Вот эти нет. Нету здесь нормальных... Ну, если бы вот эти диски сюда поставим, посмотрим. Короче. Нету здесь нормальных дисков, так что оставим сток. Может, я потом переделаю, а сами покороче... Поехали изменим чиповочку с дисками. Эээ... Вот. Сделаем их поуже немножечко. И думаю, будет нормально. И они вписываются. Если бы добавили новые амагашные диски, было бы прям топ. По поводу номера. Номер я сюда уже буду ставить с новой коллекцией, короче. Так, мне никто ничего не писал, нет. С новой коллекцией, скорее всего, я буду собирать новую коллекцию скоро. Ну, если этот видос выйдет, то я уже, наверное, после этого видоса выйдет оглашение о, короче, продаже автопарка. Ну, типа на стриме или перед этим видосом. Вы узнаете. Там будет новая коллекция, сюда я поставлю новые номера. Потому что War 700 сюда больше не идут. А мы ставим сюда цвет. Ставим... Вот, смотрите, как заиграл сразу. Есть чёрный. Давайте цвет кузова чёрный. Не белый, чёрный. Вот, чёрный хром, он более чёрный. Металлик, он более светлее. Мат, он прям мат. Акрил. Ну, акрил, кстати, прикольно. Хоть и он истоковый. Ну, металлик. Но, блин, мне кажется, хром более переливается. Когда он тёмный. А он всё дисковый. Давайте составим. Короче, чёрный цвет. Фу, хромовый. Покупаем 175 тысяч. Так, топку. Приветствую, дорогой друг. Знаете, ребят, я ещё подумал, что будет, если вот на этот гелик перекинуть номера с вот этой ешки. Посмотрите, вот этот, ой, марки туда перекинуть. Перекидывайте. Или не надо? Заскок взял. Да. Глаза. Так, ставь. Ну, все пишут мне, что бы я ставил. Ну, блин, я хочу новой коллекции. Ладно, заспойлирую вам. Я хочу здесь сюда поставить просто ООО 001 97 98. Ой, говорю 98 или 78. Вот тут будет ты готов. И на ничё намекаю. ООО, прошлая моя коллекция. И 116 регион. Опять. Да. Да. Госса. Яхз. Ставить диски или нет? Что мне, пацаны, напишут? Ставить диски или нет? Кстати, здесь у меня ультра мягкая чиповочка стоит. Посмотрите. Вот как она. Я сейчас заеду, надо вернуться вот туда. Посмотрите, как он просто ныряет эти ямы. Вот видите, какая она мягкая. Вот сюда, смотри. Где-то тут. ООО. Просто ультра. На 90-м заняты были. Я купил эти номера до того, как Волкин купил их в реале. Короче, заспойлировал вам чиповочку. Вот, блин, а, въехал. Короче, вот двигатель, кузов, подвеска, влаги и хендлинг. Вот это всё. Короче, пацаны. Я пообщался здесь с подписчиками. Заехали. Ток не очень выходит. Так, чё мне пишут? Засадился мне игрок мэр. Мой подписчик ему тоже привет. Чё здесь, коммерс. Короче, лэйр. Такой. Хотел поставить... Чё-то поехало. Хотел сюда, короче, поставить нормальный... Вот номер по типу MR-01, MR-01. Но, у ММР-ки такой себе хотел, у ММР-ки им очень сильно. Куплю ММР-ки. Короче, не нашёл. Решил поездить всё-таки с этим номером на ломка. Какой-то нормальный сюда номер. Потому что этот не смотрится. А все остальные, что я смотрел, тоже. Заехали поставить диски. Посмотрел, всё-таки ничего туда не идут. Никакие диски. Если ставить... Нет, ну, винил такой себе на гелик. Чёрный есть чёрный. А чё дальше? СГУ не буду я ставить. Короче, по данному гелику всё, можно сказать. Ну, здесь Xenon только бы на белый поменять. И было бы топ. Так круто, не рахотяй, и такой пойдёт. Короче, такой мини-чёвинг гелик. Брабус его не переделал. А может быть, если бы сделал Брабус, вы бы не за... Написали в комментариях, что я колхозер. Потому что я бы поставил бампер от Брабуса. За жопу от Хаммона. И середина от обычного стокового Мерседеса. Пример, вроде норм на гелике смотрится. Не знаю. Пишите в комментариях. У меня есть здесь OMR88778. И есть MMR8877777. Это два номера, которые я могу сюда поменять. Пишите, стоит ли или нет. И сразу покупать сюда нормальный номер. Короче, с вами был Ивушка. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Не пропускайте новые ролики. Нажимайте на колокольчик. Потому что я посмотрел. 27 или 28% смотрят аудитории. С колокольчиком, вы чё? Поставьте колокольчик, чтобы быть первыми. И не пропускать мои интересные видосы. Может там будет стрим или т.п. Вот. И 50% без подписки, пацаны, блин. Подписывайтесь, порадуйте. Ставьте твою ябушку. Вот. Короче, всем удачи и всем пока.